Одну сюда, другую сюда. Давай, давай, открывай! Ну, удача! Просто Ава просто взяла эту игрушку и унесла. Помните, в прошлых выпусках мы спрашивали вас, что случилось дальше, когда баран наехал на Софи? Сначала Софи испугалась, но многие были правы. Дальше ничего страшного не случилось. Софи перестала их бояться, а бараны успокоились. И Софи просто... Просто ушла. А Эйвен трус, А Эйвен трус. Ну и что? Ну и что? Привет, дорогие друзья! С вами снова Дагмама Аня и мои собаки Софи и Эйвен, а еще много других собак. У нас что-то очень похолодало, но мы продолжаем снимать для вас видео. И сегодня мы будем тренировать смекалку. Как-то раз мы купили вот такую развивающую игрушку для собак от фирмы Триол. Спрячь и найди тренировка памяти и смекалки. Вот сегодня-то мы ее и опробуем. На игрушке написано, что она обучает собаку находить лакомство, спрятанное в отверстиях. Сто процентное качество. В принципе, инструкция очень простая. При присутствии питомца спрячьте лакомство отверстий, закройте их, положите игрушку на пол перед питомцем, попросите его найти в лакомство. Давайте откроем эту игрушку. Материал 100% МДФ, никаких больше других материалов в этой игрушке нет. Ну что ж, поехали! Вот так вот выглядит эта игрушка в форме такой косточки. Здесь несколько отверстий. В каждое из отверстий можно положить лакомство и закрыть его, чтобы собака догадалась, что нужно открыть, чтобы получить лакомство. Вот такой вот она высоты и достаточно крупная. Я кладу малюсенький кусочек сыра вот сюда. Что, кто там догадается открыть? Конечно же, это Клементий. Для начала мы дали собаке познакомиться с игрушкой. Затем учим собаку искать лакомство. Прячем его и смотрим, что собака начнет делать. Скорее всего, собака сама захочет найти лакомство. Но пока она не знакома с игрушкой, она еще не понимает, что нужно делать. Главное, чтобы Софи сообразила хотя бы один раз открыть эту дырочку, а потом она поймет, что можно открывать и остальные. Когда собака познакомилась с игрушкой и уже знает, что где-то там в дырочке лакомство, она попытается как-нибудь открыть эту дырочку, чтобы получить его. Но для начала нужно дать понять собаке, что она движется в правильном направлении. Во-первых, нужно подбадривать ее, чтобы она искала лакомство. А во-вторых, когда вы видите, что она действует верно, хвалить ее. Давай, Иваш, давай. Давай. Давай, Софиша. Давай, Софиша, ищи. Давай, Софиша, ищи. Вот, дошла. Давай, отодвигай теперь. Затем, когда у собаки получилось хотя бы один раз достать вкусняшку, очень эмоционально похвалить. Лакомство ведь она уже получила. Ай, молодец, Иван, молодец. Тогда собака поймет, что она делает все правильно и запомнит, как нужно действовать. Таким образом, мы развиваем смекалку собаки, память, сообразительность, налаживаем с ней контакт посредством игры. Ай, молодец, Софиша нашла. Ищи. Вот, молодец, Софиша. Ищи, Софи. Давай. Давай. Ай, молодец, молодец. Если у собаки не получается, и она теряет интерес к игре, нужно продолжать заманивать ее радостным тоном, показывать ей лакомство, что оно есть, и снова прятать, заинтересовывать ее, подбадривать и очень ярко реагировать и хвалить, когда она находит лакомство. Ай, Иван, нашел. Когда собака поняла суть, что нужно как-то открыть дырочку, повторяйте для закрепления эту игру несколько раз, меняйте дырочки, пробуйте играть в эту игру в разных местах. Такие игры поднимают уровень развития собаки, смекалку, память, налаживают ваш с ней контакт и научивают собаку искать лакомство в разных местах. Пойдемте кардиганом покажем эту штуку, да? Итак, друзья, товарищи, ищем вкусняшку. Все уже нашли. Конечно, скоростные просто все разодрали и все нашли, да? Ай, птица нашла вкусняшку. Где она? Ай, Клим, молодец, нашел. Баба Ася нашел, молодец, да. Харэщи. Где? Давай, Хара. Вот, молодец, давай, Хара. Вот, молодец, Харочка, наш маленький сынок. Эта игрушка из МТФ выдержала испытания кучей собак. Оказалась довольно прочной, но осталось неподврежденным, несмотря на то, что его царапали, по камням таскали. Персти тоже остались целые и невредимы. А вот эти крышечки достать практически невозможно, даже если собака вцепляется в них зубами, она пытается достать, ничего не выйдет. Нам эта игрушка понравилась, это действительно очень интересный вариант для развития сообразительности. Да, ребята? Да. Все обслюнявили. Вот так мы с Эйвеном и Софией, а еще с кучей кардиганов, поиграли вот в такую развивающую игрушку для собак. Любите своих собак, и будет вам счастье! Не понимаю, что надо делать. Мама сказала, скреби, и вкусняшка появится. Я скребу, скребу, скребу везде, а вкусняшка все не появляется. Скребу, и скребу, а ее все нет. Да ну, не работает. Классная игрушка, Эйвен, да? Да, она выдает вкусняшки. Эйвен, ты чего? Мама их туда кладет, чтобы мы искали. Да ладно. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.